Есть две волны. Первая волна в текущей ситуации, которую я вижу, это запрос на создание новых отелей, потому что какие-то небольшие бизнесмены, у которых есть там свои небольшие заводики в регионах, они резко видят тенденцию, что вот там люди не ездят за границу, это стало дорого и так далее, надо срочно построить отель, будет большой бизнес. Они ничего в этом не понимают, они не понимают, что это долго окупаемо, они не понимают, что этим надо будет управлять, много чего не понятно, но хотят. Вот такой поток есть, и он немаленький, и эти объекты, они от Масси-плюсичного на 10-15 номеров до гигантаманских каких-то амбиций по перестраиванию старых пансионатов, которые в совершенно убогом состоянии находились там последние 20 лет. И по поводу управления, есть однозначно требования к более жестким, к текущим управляющим компаниям, и связаны они в первую очередь с двумя факторами. Ну, их первое, неэффективности, и второе, иногда еврозависимости расходов этих управляющих компаний. То есть, например, если мы с вами возьмем любой договор с любой международной компанией, хотя они берут процент от оборота, рублевого оборота, но, как правило, наиболее часто встречающееся решение, что гонорат им будешь платить на последний день месяца за фиксированные, переведенные по курсу тра-та-та-три рубля. Если вдруг к моменту фактического платежа курс скаканул, то, что происходило последнюю осенью, начало года, то собственники вынуждены от рублевых своих доходов платить больше, в разы больше, чем это было. При том, что доход настолько управляющая компания не увеличивала. А подчас в текущей экономической ситуации почти все гостиничные объекты, если мы будем говорить о городских, они, наоборот, потеряли свои обороты. И это, естественно, печальный второй фактор. Но в целом из нашего опыта текущие гостиничные собственники, у которых есть международная управляющая компания, они задают наиболее стандартный вопрос. Почему падает оборот? Потому что он падает, иногда растет, растет в основном в региональных, загородных объектах. Почему растут доходы, ой, растут расходы, а растут они по нескольким причинам. Все поставщики услуг увеличивали, все поставщики товаров, продуктов и так далее вынуждены были увеличивать. Естественно, ты начинаешь торговаться, начинаешь чего-то интересного, каких-то условий пытаться достичь, либо как-то зафиксировать курс, либо еще что-то. Но все равно суммарно это от 12 до 18 процентов в среднем общие косты увеличились. Что-то увеличилось на 40, что-то на 5, но средняя динамика никуда не ушла. Сотрудники пока все удерживают зарплаты, никто не повышает, к сожалению. Но мы понимаем, что это тенденция. Инфляционный рост, который я вчера видела очередной на РБК новости и прогнозы нашего ЦБРФ о изменении всех экономических показателей, о том, что инфляция будет не 10, не 15, не 20, а 60-70 процентов. Это очень большие показатели. Дай бог медиана будет ниже, но это все равно не 5, не 7. И сотрудники придут за повышение зарплаты, потому что им надо кормить детей, им надо водить детей в школу, им надо на что-то есть, что-то пить. Я уже не говорю о какой-то там роскоши, об отдыхе или там еще чем-то. Поэтому косты растут, средний прирост костов не стимулирует прирост цены. Целевая аудитория не готова платить на 20-30-40 процентов больше, чем она платила раньше. То есть если есть спрос на данную гостиницу в размере 3 тысяч рублей, они не готовы платить, они не готовы платить 4,5 за эту же гостиницу. Учера цены выросли, московские отели поднялись, они там до 30 процентов недавно прошло, да? Ну, как бы это такой анонс, но по факту, если мы будем смотреть показатели АДР и так далее, прирост составил там 2, 3, 4, 5 процентов. Да, АДР вырос, и АДР вырос в подмосковных гостиницах на 6-8 процентов. Но это не, все равно это заявленный рекрейт, который увеличили большинство отелей, а корпоративные тарифы, реально дисконтные, скидочные, на высокие показатели не могут достигать, потому что рынок очень жесткий. Конкуренция высока, майс-сегмент упал, он сократился просто в разы. При этом предложение, если мы будем сравнивать восьмой год, когда сворачивался майс-сегмент, и сейчас предложение почти на 300 процентов выше во многих городах, чем оно было в восьмом году. То есть количество гостиниц, которые открыли за этот год, обладающих возможностями для проведения конференций, оно просто в разы. Это мы берем в рамках города. А в принципе, если мы говорим о каком-то крупном мероприятии, сейчас же там мобильность передвижения, она крайне легка, и люди выбирают между конференцией провести в Москве, в Нижнем, не знаю, в Санкт-Петербурге, в Сочи, в любом городе Краснодарского края, в любом городе в Сибири, за Урале, пред Урале, где угодно. И если мы возьмем такой взгляд, то увеличение предложения нереальное. Конкуренция очень жесткая в этом сегменте. Бизнес-туристы сократили количество поездок, туризма как такового, бизнес-города наши нет. Есть туризм региональный, который в принципе чувствует Питер, естественно, как туристическая мекка, но при этом даже они в прошлом году за лето, за высокий сезон сконстатировали очень большое падение. Падение там 20, ну в зависимости от гостиницы, от 20 до 30 процентов по сравнению с планами, их амбициями. Загородные отели, как бы рекреационный туризм чувствует пик спроса. Реально только обсуждали с несколькими управляющими сочинских гостиниц прибрежного кластера, не горного. Они прям ждут, что вот этот сезон, он прям вот, он наш. Потому что за границу ехать дорого, какой бы ни был курс, как бы он не скорректировался в сторону понижения, все равно до первичных показателей он не уйдет. А в этом случае поездка выросла почти в 50 процентов. Для многих это чувствительный фактор. Поэтому, как бы, ждут спроса. И сейчас уже бронирование предварительно идут очень активно, на самом деле, на все вменяемые качественные объекты. Как бы, спрос есть, и пик есть, и февральские, и мартские праздники, и дальше уже, начиная с майских, и пошло май, июнь, июля, август, и сентябрь, Сочи, да. Ну и вообще Краснодарский край как таковой, ну, как курортная часть. Наверное, не самая благодатная история прогнозировать в нашей стране что-либо, да. У нас всегда вмешиваются какие-то геофакторы, которые меняют любые прогнозы. Но в целом, я бы говорила, что обратно, естественно, не вернется. И не вернется ничего ни к сентябрю, ни к октябрю, ни к ноябрю, ни к 2015-го, ни к 2016-го, ни к 2017-го. Это мой личный прогноз, что, ну, это новая реальность, не надо научиться жить. И так было в 2008-2009 году, и так и сейчас, и будет, если будет новый виток. В целом, наша страна постоянно живет в каких-то кризисах, катаклизмах. И, наверное, к этому большинство бизнесменов, которые делают любой бизнес, не только гостиничный, в нашей стране, уже привыкли. То, к чему мы идем, и то, наверное, что где-то уже в какой-то мере реализовано в других странах, а мы только набираем в это отношение наоборот, и нас стимулирует кризис. Это пересмотр нашей экономики, операционной экономики, наших расходов. Потому что в 2005-2006 году меня сильно удивил контраст, когда гостиница, которая находилась в моем поле деятельности, в буфе на 120 номеров, обладала штатом почти в 125 сотрудников. И мы, соответственно, сокращали и достигли показателей 115 и были гиперсчастливы. А такая же, точно такой же размер гостиницы, разница в два номера в Кельне, имела 24 сотрудника. И контраст, он, конечно, приводил немножко в удивление, если не сказать в шок, в такой здоровый. Почему мы не можем работать с 20 сотрудниками, ну окей, с 50 сотрудниками в таком же гостиничном объекте, почему мы должны нести такие косты. Мы вроде готовы даже людям побольше платить, рядовым сотрудникам и так далее, но у нас нет экономики тогда вообще. И так сотрудники самый яркий, самый емкий расход в операционной деятельности. Тут много показателей. Первый показатель – это требования закона, которые должны адаптироваться. И мы видим в разных других отраслях, что эта адаптация происходит. Закон все равно меняется, адаптируется под экономикой. Не так быстро, как бы нам экономически хотелось. Но это происходит, первое. Второе – кардинально меняется рынок аутсорсинга. Аутсорсить много можно чего и много где. То есть если раньше аутсорсинг заканчивался границами МКАДа, в принципе, когда вопрос остановился, нужно ли вам строить собственную прачечную и организовать все прачечное хозяйство в любом другом месте, кроме внутренней границы МКАДа, вопрос был однозначный – да, потому что будет единственным прачечным хозяйством на расстоянии 100 километров от своего здания. То сейчас этот вопрос уже не так стоит. Ну и заканчивая специалистами IT, или специалистами бухгалтерии, юристами и прочими, прочими, у которых вообще нет смысла держать в статье. И эта возможность есть у любого объекта, находящегося на территории Российской Федерации. И возможность привлечения аутсорсинга ограничена только собственной хотелкой собственника или управляющего гостиницей, или боязни его это сделать. Больше ничего. Соответственно, оптимизация законодательная, оптимизация и возможность использования аутсорса и изменения, на самом деле, в мировосприятии людей, сотрудников, которые работают. Не знаю, как вы в работе, я часто сталкиваюсь с тем, что ты в маленькой гостинице или в средней гостинице в какое-то время, когда ты видишь, что сотрудник службы приема может легко налить ночной кофе или обслужить одновременно в маленькой гостинице, быть барменом, налить чай, кофе на завтрак и тут же поселить, выселить нескольких гостей, и это не создаст очереди, потому что в гостинице 20 номеров, и таких объектов достаточно много. Возникает ментальный разлом у этих сотрудников, нет, я же бармен, я не буду вам здесь селить, или я же ресепшн-специалист, я фронт-офис-менеджер или портье, или еще кто-то, я как кофе, что это вообще ниже меня или выше меня, или не суть, но это не моя работа, делать я не буду, или я официант, я не официант-кассир, и так далее, и так далее. Начинается вот эта история, где ты вынужден сталкиваешься с ментальностью людей и с полным отсутствием их желания каким-либо образом расширять границы собственных профессиональных знаний, даже если ты их пишешь в должностную инструкцию. Соответственно, вынужден нанимать двух-трех и так далее специалистов. Не только в угоду нашему закону, сколько еще из-за того, что тебе проще нанять специалистов на узкие направления деятельности, нежели, соответственно, убеждать конкретного специалиста, учить его каким-то дополнительным навыкам, и, собственно, мотивировать его делать эту работу больше и эффективнее. У нас коэффициент полезного действия каждого сотрудника в целом крайне низкий в стране и в гостиничном секторе в том числе. Ну, при этом, как бы, человек за рубежом не получает дороже, не получает больше за свою зарплату. Ну, то есть на этой же позиции человек делает больше, а получает столько же. В относительных показателях, ну, там, мы не будем сейчас сравнивать курс евро и доллара, но если мы будем сравнивать относительно, нам заложено было, там, советским периодом времени, там, уравниловкой, желанием вовлечь всех сотрудников, всех жителей страны в деятельность, то, что все должны быть заняты, пусть делают маленький кусочек, да, но все должны быть заняты. Это было заложено, как бы, советской экономикой и пришло нам уже в такую, скажем, действующую экономическую ситуацию как наследие. Потому что сейчас, там, крупные города, маленькие рестораны, маленькие заведения частные, они как раз стимулируют людей смотреть на это по-другому. И мы видим, что растет эта каста, то есть это тренд, который будет переломлен. То же самое, как мы, там, воспринимали, что, например, там, горничные могут быть только пожилые женщины, а в фронт-деск только молодые девушки. И это тоже поменяется, да, потому что если мы посмотрим ту ситуацию, которую прошел зарубежный опыт, да, как бы разные страны, не обязательно, там, Америка или Европа, любой, да, когда, в принципе, мы можем в Макдональдсе с вами легко встретить людей, которые, там, в два раза у нас с вами старше, и, в общем, прекрасно справляются со своими обязанностями. У нас есть возрастные ямы, у нас есть, как бы, много чего, демографических проблем, в которых мы будем вынуждены нанимать людей старше. И это не будет так страшно, потому что люди, которым сейчас, там, 50 и будет, там, 60 через 10 лет, они уже выросли в другой экономике. Они не те же, кто был, там, 20 лет назад, кому было 50. Их было сложнее нанимать, они жили в другом мире большую часть времени. Это не связано никак с размером. Это связано с восприятием и готовностью людей это делать, в том числе, да, с тем, что мы ментально, не просто, ну, как бы, да, узко специализированные, не желающие ничего другого делать и не желающие брать на себя дополнительную какую-то ответственность, задачи и так далее. А это, ну, это мировосприятие людей, наложенное на требования внешней среды. То есть у нас сейчас уже где-то сформировано это требование среды, но нет ответа, ну, как бы, от людей. Но при этом меняется эта ситуация. Однозначно меняется, потому что развитие малого бизнеса в индустрии хорика, оно только стимулирует это. Если мы с вами посмотрим на то, как развиваются хостелы, на то, как развиваются мини-отели, а это огромная каста гостиниц, на самом деле, которая создает, как бы, пласт и новых сотрудников, и нового мировосприятия, она донор будущих сотрудников, крупные объекты, это придет. То есть это тренд, это не есть плохо, это как бы, ну, это просто вот ситуация, с которой мы работали много-много последних лет, и мы видим, что тенденция уменьшения количества людей в гостинице, она есть однозначно. На текущий момент, если вот, наверное, я на вскидку скажу, ну, думаю, что буду близка к реальности, за последние пять лет среднее количество людей в каждой гостинице сократилось на 20% точно. Тренд, который вот я бы видела, да, это то, что рынок про косты, жесткая контроль костов всех, поскольку якорные – это сотрудники, поэтому уменьшение количества персонала, работающего в гостинице, за счет частично аутсорсинга, за счет оптимизации распределения нагрузки на людей и их задач, как бы, да, пересмотра, повышение их квалификации, естественно. Да, дальше, если говорить про то, что находится выше костов, да, доходы, то однозначно жесткая конкуренция ценовая – это то, в том мире, в котором мы живем. И эта ценовая конкуренция сейчас неимоверными шагами, быстрыми движется к тому, чтобы ценовая чувствительность была 100 рублей за номер. И этот тренд, он придет. То есть если сейчас мы пока находимся в сегменте, где ценовая чувствительность 500-600 рублей, то есть как бы, да, люди, если там открывают букинг или хотелс, да, там они выбирают, ну, там любой из онлайн-порталов, выбирают 500-600 рублей, они там, ну, окей, этот вроде, окей, пойдет. Но если это там 100, 200, 300 рублей, они разницы сильно не чувствуют. Европейский опыт говорит о чувствительности 50 евроцентов в сегменте 3 звезды. Меньше. Он, естественно, меняется от уровня, то есть если мы с вами говорим о четверках, пятерках, там, выше, этот показатель. Но вот эта история, она как бы имеет место, и мы движемся в это направление довольно-таки быстрыми шагами. До 50 евроцентов нам еще далековато, но то, что это будет там 100-150 рублей, это будет. То есть как бы в сегменте эконом-гостиниц, то, где вот прямо четко и жестко работают. На текущий момент трешки видят это в корпоративном сегменте. Когда большая группа, когда идет обсуждение, идет тендер или выбор подрядчик потенциального, чувствительность 150 рублей легко. Размещение будет стоить, там, не знаю, 2600 или 2750, решение будет принято в пользу непониженного показателя. И это как бы вот то, что нас ждет. Поэтому без программного обеспечения, которое позволяет четко контролировать прогнозные показатели, без программного обеспечения, показывающего историю того, что вы достигаете по отношению, ну, того, что гостиница достигает по отношению к конкурентам, без ченнел-менеджмента и программного обеспечения, которое позволяет эффективно управлять онлайн-каналами, смотреть прогноз того, что все цены, которые конкуренты ключевые опубликовали, уже и как-то их менять и корректировать, как бы эффективного бизнеса, гостиничного не будет.